здравствуйте мои дорогие с вами снова я наталья яродомская и это видео очень поможет тем кто сталкивался с какими-то странными вещами с тонким миром кто видел каких-то сущности какие-то голоса это призраки давайте-ка разберемся что это такое к добру или куду я расскажу на примерах которые были непосредственно в моей жизни это было несколько лет назад моему сыну было тогда три года и он как-то заболел и мы с ним спали вместе я помню что я засыпала на одной стороне помню что он слева меня был и в момент когда я поворачивалась не могла уснуть знаете как мы лежим что-то ждем ждем не приходится сон начинаем переворачиваться на другую сторону в этот момент я как-то приоткрыла глаза и закрыла и когда я закрыла я вот эти пару секунд я увидела перед своей кроватью где сын спит женщина двухметрового роста в розовом халате я не помню была ли на ней вообще голова я так подумаю а кто это но в комнате было темно там любой цвет даже розовый будет серым а это яркий розовый халат я была в шоке конечно я не могла потом уснуть но что самое поразительное на следующий день мой ребенок стал болеть еще сильнее у него во рту появились такие опухоли непонятного происхождения и полгода они у него не проходили совершенно потом когда я уже стала профессионально изучать этот тонкий мир я что поняла эта женщина это приходил призрак точнее фантом человека который делал на меня магические обряды но все что делается на родителей то получают дети если ребенку еще нет 14 лет то ребенок все получает от родителей делается на мать и ребенок получает ко мне приходил фантом чтобы я знала вот на тебя делается на тебя читается далее помню мне было два года как ни странно но я это помню два года я этот момент не забуду никогда я сидела в своей детской кроватке сижу что-то там смотрю ну как любой ребенок какие-то игрушечки у меня заходит женщина она становится на порог комнаты то есть она не заходит она на пороге и она начинает рыдать она плакала просто взахлеб у меня был шок я отлично запомнила эту женщину высокая худощавая с рыжими волнистыми волосами и у нее был платочек синий с белым горошком вот такие мелочи запомнила еще был кот белый этот кот подбежал и на кровать рядом кровать она стояла туда накакал и я испугалась спряталась под это одеяло и потом постоянно на протяжении года я приставала к своим родителям и говорила кися как уделала тетя басая хватит они не понимали откуда это а я пыталась им рассказать кися как он делала тетя басая хватит И потом, когда прошли годы, я уже родителям стала рассказывать. Они говорят, вот наконец-то мы поняли, что это было. Мы стали разбираться. И на самом деле вот эта женщина, которая ко мне приходила, она очень похожа по описанию на маму моего прадедушки, то есть моя прапрабабушка. И именно в тот момент он умер. Когда мне было два года, он умер. И она пришла, видимо, она хотела через меня, через ребенка достучаться. А ведь дети до семи лет видят тот мир. Ну я как бы такой немножко необычный человек. Я тот мир вижу и сейчас, хотя мне уже достаточно немало лет. И может быть она хотела каких-то определенных молитв. Но мы тогда еще не были. Ну мои родители не были так воцерковлены. Это потом пришли постепенно к вере. Итак, следующий момент. То есть вот так могут души приходить. В жизни моей клиентке был случай. Она рассказывала, что со своей дочкой, дочке было 4 или 5 годиков, они пришли на могилу к отцу. Она говорит, ну периодически у нее отец его как-то убили. Она не поняла кто. Ну в общем она с ребенком пришла на кладбище, что-то там, ну как бы, да, на кладбище приходим, убираем, что-то там садим, цветочки, там могилку выравниваем. И дочка обращается, говорит, мама, а что это дядя тебе говорит, а кто это? Она говорит, какой дядя? А вот этот, который стоит, она говорит, я в шелке. Я взяла ребенка быстро и побежала. Я бежала дальше, чем видела. И потом она спрашивает, говорит, доченька, а что это за дядя был? Она говорит, он подошел к дяде и сказал, я рад, что вы ко мне пришли. Она стала описывать этого дядю, это точности ее отец. То есть душа отца приходила, вот она через ребенка встретилась с душой своего отца. Поэтому приходите на кладбище к своим умершим, но приходите до обеда, потому что после обеда вы можете вот так вот напугаться. Такое было в жизни моей тети, которая приходила, было часа 3-4 дня, и она приходила на могилу своих родителей и горько-горько плакала. Что-то говорила, задавала вопросы, а потом она говорит, и вдруг я на свои вопросы начала понимать ответы. Кто-то в голове мне стал отвечать, как будто бы, говорит, я начинаю с кем-то входить в диалог. Она говорит, мне так стало страшно, я убежала. То есть нельзя на кладбище ходить после обеда. После обеда, да, в полдень там хоронят, да. Но если вы просто приходите на кладбище, вы просто можете невольно с кем-то общаться, и невольно что-то можете подцепить на этом кладбище, кого-то привезти, какую-то душу. Ну, я думаю, оно вам не надо, а потом еще его выводить из квартиры надо определенными способами. Так вот, какие еще моменты могут говорить о чем-то в вашей жизни? Я знаю по себе. Если ко мне должен приехать человек, или встреча с каким-то человеком, с которым я скоро никогда не увижусь, долгое время, то я просыпаюсь, знаете, от каких звуков? Вот я сплю, у меня будут звуки, как будто бы кто-то ходит у меня по стенам. По стенам, по потолку, кто-то ходит. Это говорит о том, что да, будет встреча, будет приезд какого-то человека, но эта встреча будет либо единоразовая, либо он больше никогда не приедет. Ко мне родственники так приезжали. Перед тем, как они приехали, мне вот эти вот звуки, шаги были по потолку, по стене. Причем, когда я просыпалась, эти звуки тише, тише, тише становились. Родственники приехали, и теперь я к ним приезжаю. Не они ко мне, а я. Ну, действительно, так и получилось. То есть для меня знак. Если я слышу шаги, думаю, ага, кто-то сейчас появится такой, или, например, клиент один раз ко мне обратился, и все. Но с клиентами такой случай редко бывает, потому что клиенты у меня, если ко мне попадают, то они уже остаются, пока я не решу их проблемы, либо после. Наталья, а можно с вами побеседовать? А можно я расскажу, что в моей жизни произошло? Люди любят делиться. А я люблю слушать и люблю очень помогать. Еще, какие моменты важные в жизни, которые могут о чем-то говорить? Если вдруг вы просыпаетесь от какого-то крика, например, вас зовут по имени, там, Александр, Никита, Наталья, вот кто-то вас по имени зовет, и это тот голос, который на вас осуществляет какое-то магическое воздействие. Я помню, просыпалась в одно время от мужского голоса. Кто-то меня звал по имени, и я узнавала этот голос. Я знала, что мне этот человек делает порчи. Я узнавала. Бывает, голос – это тот, кто к кому обращается, кто делает магию. То есть нехорошо, когда в вашей квартире какие-то голоса. Либо не по имени, просто. Вот вы спите, кто-то вас разбудил, как будто кто-то вас разговаривает. Вы знаете, что никого быть в принципе не может. У меня был еще момент. Я вот месяц назад очень интенсивно работала. Сейчас работаю над одним проектом, и очень много сил, времени тратила, и мало очень спала. Очень мало. И так хотелось спать, что я днем заснула, и я сплю, и просыпаюсь от того, что ходит возле меня какая-то женщина. Вот ходит, ходит. Я понимаю, что это какой-то дух ходит, что-то хочет мне сказать. Вот навязчиво что-то хочет мне сказать. Обратить на себя внимание. Но я настолько хотела спать. Я как бы раньше боялась, сейчас уже этого не боюсь. Я к этому привыкла. Что вы думаете? У меня произошла неприятность с моим каналом. Конкуренты мне перекрыли доступ к прямым эфирам. Я не могу проводить прямые эфиры. Временно. На три месяца. Месяц уже прошел. Как раз это было месяц назад. Еще два месяца. То есть эта женщина, возможно, какая-то моя родственница, дух, может быть, через ангела-хранителя я получала информацию. Мне пытались предупредить, что такое. Может быть, я могла сделать так, чтобы этого не произошло. Но что сделано, то сделано. Еще в моей жизни была такая история, когда я поехала в Москву. Я очень люблю бывать в Покровском монастыре, где мощи Святой Матроны Московской. Так вот. И я туда приехала, помолилась, попросила, то, что мне нужно было. И сплю, значит. Ну, и ночью, под утро уже у меня будет кто-то. Пёрышком. Пёрышком, пёрышком кто-то будет. Я так открываю глаза, смотрю, она. Такой полупрозрачный образ Святой Матроны Московской. Я так раз, и мы начинаем с ней мысленно общаться. Вот не голосом, а мысля. Я ей говорю, спасибо, что пришла ко мне. Она мне говорит, Наталья, ты когда ко мне подходила, ты столько много просила, и не о себе, а обо всех, а я и правда отошла к мощам, целую и прошу. Даже не о себе, о родителях, о родственниках, о подругах, там, личная жизнь, то пусть и хорошая была работа. Она говорит, попроси что-то для себя. Пусть люди приезжают ко мне и сами просят для себя. Ты попроси для себя, что ты хочешь. И я попросила у нее, что я хочу. Я тогда была в Москве, я проснулась, я быстренько побежала, купила для нее белые цветы. Она очень любит белые цветы. И, кстати, ей нужно приносить, как для живой, 3, 5, 7, ни в коем случае не парные, она как живая. И я принесла и попросила для себя, для работы. И действительно, у меня в течение недели у меня появилась как бы, ну, отдача, то есть сразу в течение недели она мне помогла. Вот, как можно еще общаться со святыми. Это не у всех бывает. Если горячо молиться с верой, по вере вашей будет вам. И я, между прочим, с ней чувствую очень мощную связь. И она мне отвечает в мыслях даже, мы с ней можем общаться. Я могу общаться со святой Ксении Петербургской. Вот я молюсь, и она мне в мыслях отвечает, или через сон отвечает. Это все, ну, это, конечно, можно в себе натренировать. Да, но у меня вот есть такие способности, я умею, я знаю, что у меня должно произойти. Даже я клиента, когда ко мне обращаются, если на ком есть магическое воздействие, я это, вот я разговариваю, я это чувствую. Начну или кашлять, у меня что-то начинает болеть, вот, или что-то в руках рассыпается. Вот это значит, что есть магия. Также, когда человек в чем-то врет, сидит передо мной, смотрит мне в глаза, врет, либо по телефону, я это чувствую. Я вот не могу объяснить, как это, но я это чувствую. И вот есть еще какие знаки, например, вот у меня часто спрашивают, если вы отдушат кто-то, вы, это говорит, домовой приходил. Ну, не верьте, домовой-то бесит. Ну, как это можно доверить свою квартиру, что кто-то у вас там хозяйничает, какой-то дух? Ну, это не может быть. Но это Бог создал людей властелинами своего счастья, кузнецами своего счастья. Мы сами, мы покупаем квартиры, дома, мы в них руководим. Какие еще домовые? Это бесы. Человек всем заправляет. Человеку служат все животные, ангелы-хранители. И если вы что-то такое заподозрили, вы знаете, что в вашей жизни будет какая-то неприятность. Это не может быть хорошим. Ни к чему хорошему это не приведет. И вам нужно просто почистить свое жилье. Как почистить? Можете у меня узнать, спросить. Я вам скажу, что нужно сделать, если в вашем доме какие-то непонятные странные вещи. Нужно очищение дома и вас. Но предварительно, конечно, нужно понимать, что у вас происходит. Вас нужно продиагностировать. Мне нужно с вами пообщаться. Для того, чтобы, ну, не только я. Можете кому угодно обратиться. Я же не рекламирую себя. Я просто объяснила вам то, что может значить, что может вам приходить не во сне, а наяву. Часто мы можем видеть тот мир между сном и реальностью, когда мы еще не спим, еще не спим, но уже как будто бы не в своем немножко уме. Вот в этом состоянии можем видеть мир. Тот мир. Хотя он не параллельный. Многие говорят, ой, параллельный мир. Нет, это тот мир, который живет постоянно вместе с нами. Нам Бог закрыл глаза. Мы не можем видеть тот мир. Если бы мы видели каждый день, кто живет вместе с нами, мы бы сошли с ума. Потому что даже в этом помещении здесь полно разных сущностей, бесов, ангелов. Если бы мы видели, им это умом тронуться можно было. Нельзя нам этого видеть. И обращайте внимание на эти знаки. Пишите под этим видео свои комментарии, что у вас было в жизни, что вы видели. Либо сейчас вас что-то очень сильно мучает. И также вы можете обратиться ко мне за консультацией. Я вам обязательно помогу. Я расскажу, как с этим справиться и что сделать так, чтобы ваша жизнь не была кошмаром, а была раем. С вами была я, ваша Наташа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова